Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Не потому что наплевать на себя, а потому что нищий врач опасен для моего здоровья. 20 апреля 2013 года в Москве на площади Краснопресненской заставы состоялся митинг за права медиков и их пациентов. Наверное, это закономерность. Федеральные каналы, включая «Модный дождь», проигнорировали эту акцию. К чему им социальные проблемы? Одни транслируют стабильное вранье Кремля, другие пиарят фрондирующих политиков. Между тем правительство борзеет. О, как сладко отказаться от социальных обязательств. Гражданин, плати за все. А мы пилили, пилим и будем пилить. Сук, на котором сидят кремлевские паразиты, слишком толст. Как терпение нашего исторически напуганного народа. Медицинская сестра стационаром. Вы видите, что оклад ее 3968 рублей. Итого начислено грязными 5749 рублей. На руки она получила чуть больше 5000. Ну и мы видим ниже, что за 3 месяца эта медсестра заработала 27 тысяч. Разделив на 3, мы можем... 9 тысяч, получается? Да, мы можем зарплату ее узнать среднюю. Это в каком городе? Это город Смоленск. А на 9 тысяч можно в Смоленске прожить в месяц? Ну, вы знаете, цены в Смоленске не очень отличаются от московских цен. Вот, поэтому 9 тысяч это мало везде. И в Смоленске это мизерные деньги. Мизерные. Вот, похожий квиток. Вот, медицинская сестра. У нее оклад несколько больше. 5,260. Значит, начислено 6,838. Ну, видим, что она за 3 месяца заработала 35671 рублей. Ну, тоже не бог весть, сколько, да? Ну, вот. Далее смотрим. Далее, вот, очень показательный квиток. Врач неотложной неврологии. Значит, это молодой доктор. Она работает чуть более года. Но, тем не менее, полторы ставки, плюс 7 дежурств. Это практически 2,5 ставки. Она заработала на руки 15 тысяч 533 рубля. Ну, много это или мало, это уже, так сказать, сами решайте. Вот. Ну, и дальше, да, они все похожи. Вот, доктор на полторы ставки, да, тоже заработал грязными 13 641 рубль. На полмесяц? На полторы ставки врач-пульмонолог, да, в месяц. Вот, дальше, вот, заведующий отделением, который работает на 1,75 ставки. Его оклад 6 652 рубля. Вот такой специалист грязный имеет 19 988 рублей. Если вы считаете, что это много для неотложной кардиологии, на 1,75 ставки, вы можете попробовать поработать, да, вот, на... Скажите, пожалуйста, все понятно, что платят очень мало, катастрофически мало, люди уходят из профессии, падает качество, все ясно. Как с этим бороться? Что должно делать? Ну, знаете, во-первых, нужно... Первый шаг, это нужно заявить о проблеме, потому что, к сожалению, к сожалению, не все наши люди знают о курсе вот таком бедственном положении медицинских работников. Вот буквально недавно ко мне подходил подполковник, который курирует наше мероприятие, с вопросом, говорит, вы же 50 тысяч зарабатываете? Вот, я задаю резонный вопрос, откуда вы узнали об этом? Он говорит, я по телевизору сказали. То есть люди не знают. Первый шаг – заявить о проблеме, показать, что действительно есть такие зарплаты, что они существенно отличаются от средних по стране. Ну и, собственно, потом уже искать пути решения. То, что мало платят врачам в регионах, вы знаете об этом? Я сам это прошел, я в курсе. Это просто беда. Такие низкие зарплаты – это просто ужас. Я даже не знаю, с чем сравнить. И что нужно сделать для того, чтобы все-таки правительство как-то отреагировало на эту проблему? Что нужно сделать? Вы знаете, я даже не могу на это ответить. Просто не знаю. Не знаю даже. Есть определенные деньги бюджетные. Президент, в принципе, по большому счету принимает решение. Ну, за ним тоже стоит его и подпись. Куда что распределять. Он отдает все наши средства силовым структурам. Соответственно, да, я считаю, что это целенаправленная политика нашего президента, нашего государства. Мне очень страшно в личном плане. У меня впереди рожать детей. У меня, например, нет большой зарплаты. Я не знаю, как я буду вообще содержать своих родителей, когда они станут пожилыми. Потому что все услуги платные. Я не помню, когда я ходила бесплатно в больницу. Просто потому что либо огромная очередь за два месяца, либо нет специалиста. И в Удмуртии такая же проблема. Ну, и такая проблема вот как раз остро стоит. Ну, и пока у меня есть возможности, я молодая, я зарабатываю хотя бы какие-то деньги. А что делать пожилым людям, я не знаю. Какое обслуживание может быть у врача, если он принимает 20-25 пациента? Насколько он может грамотно выслушать пациента и назначить ему лечение? А что нужно делать для того, чтобы все-таки как-то изменить эту ситуацию к лучшему? Ну, я думаю, это должно идти сверху. То есть это от правительства зависит? Да. Я считаю, что да. Скажите, а вы за платную медицину или все-таки считаете, что человек имеет право на бесплатную медицину в России? Обязательно. Человек имеет право на бесплатную медицину. А почему наше правительство все-таки свои социальные какие-то обязательства все время пытается переложить на население? Значит, это кому-то выгодно. Если люди будут по-прежнему бояться, по-прежнему молчать, это будет сигналом для власти, что можно дальше закручивать гайки, можно дальше ухудшать социальную обстановку. И в определенный момент у людей не останется выбора. Они будут доведены до скотского состояния и в конечном счете они встанут перед альтернативой. Или я по-прежнему буду молчать, или я восстану, потому что мне уже нечего терять. В регионах зарплаты совсем беда. То есть там, значит, начинающий врач 6 тысяч, опытный врач 10 тысяч, полторы ставки 15 тысяч, две ставки 20 тысяч. Это среднее по регионам. В Москве получат ситуации, но у меня есть документы на руках, что медсестра 20-21 на руки со всеми выплатами и интенсивностью. Врач-рентгенолог вот в Московской области, 192 часа работы, 8 ночных смен, за вредность на руки получает 32 тысячи рублей. В Москве чуть повыше, но очень далеко от официальной цифры госпожи Скворцовой 67 тысяч. Очень далеко. Врач в среднем имеет 35-40 тысяч в Москве. Это, наверное, при всей интенсивности, при всех выплатах. В Москве тоже потеряли в зарплате. Бороться за свои права в бандитском государстве всегда опасно. Порой даже смертельно опасно. Но убивает нас неплохая медицина, неплохое образование и даже неплохие чиновники, включая плохого президента. Убивает нас страх. И каждого из вас. И страну. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok